Всем привет! Сегодня займемся антенкой. Цена вопроса на Алиэкспресс 7 долларов. Может меньше, может больше. Ну, короче, не больше 10 долларов. Ну, известная проблема. 50% из 100 лексусоводов имеют вот такой огрызок сломанный, а 50% из тех 50%, которые остались, 50%, просто она не выдвигается, не работает, либо она вообще, короче, подкорен. Так что сейчас разберем, покажем, как это все разбирается. Нужно будет снять вот эту часть полностью и поменяем антенну, будет работать. Так, для начала нужно все эти коврики убираем, оно нам не нужно. Это мы тоже убираем. Откручиваем здесь. Поднимаем. О, у тебя, кстати, крючочек сломан. Я знаю. Вот эту мы тоже убираем. Не выломается с нами? Нет, осталось. Так. Ну и все, в принципе, здесь снизу. Осталось только вот эту крышечку. Так, а для этого нам нужна пластиковая лопатка, чтобы вот здесь заклепочки убрать. Крутили. Ага. Можно так. А все, уже не надо. Кстати, у тебя тут тоже не прикручено. Я знаю. Вот эту мы снимаем. Вообще она прикручена, как бы здесь должно быть. Но у Евгешки, да, у Евгешки, она не прикручена. Поэтому это облегчило нам. Немножко заклепочка. Запаску убираем? Нет, запаску не надо убирать. Так, это тоже убираем. Рыбок не забыла покормить? Там, где у тебя вода. Видите, вон там вода всегда скапливается. Ой, там чуть-чуть водички. Ну, почему? Потому что дренажное отверстие, вот здесь, которое должно быть, оно не сливает воду. Поэтому там можно разводить лягушек или рыб. Так, теперь дальше откручиваем вот эту половинку на 8. На 8, на 8, давай на 8. На 8 или на 10? На 10 и на 8. Вот здесь еще один болт. Здесь у нас ничего нету. Мы это тоже берем. На 8? Да, 1 на 8. 1 на 10. Или на 10. Оба, ну-ка, да, я посмотрю. На 12 еще. 10, да. На 10 оба. Откручивай, короче. Один здесь, один там. Вот этот? Да. Пока из гешка там откручивает, нужно будет взять отверточку и здесь фиксирующий такой болт, что ли, гайка, хрен его знает. Короче, вот эту хрень, она тоже закрученная. Ее нужно будет аккуратно открутить. Сейчас тоже займемся этим. Что, эта панелька тут снимает, да, вот эта? Да. Там вот все осталось. Заклепочка. Еще одна. Подцепит, по идее, да? Есть. Все снимает, охреновина. Теперь вот эту заклепочку. Три тут? Да. И третий вот этот? Да. В смысле, вот это обширком он третий? Или нет? Хотя, да, вот эти два получаются. Да. Одна здесь, одна вот здесь. Мы ее сейчас просто отогнем вбок потихоньку, и доступ к контейнеру будет. Минус ноготь, да? Нет, ну пальцы все окнуло прям. Снизу там этот, да, вот эту херню тоже. Бери. Угу. Что-то я еще держу, по-моему. Нет, там больше ничего нет. А, вот здесь уперлась какая-то. Да, вот как-то так все. Ну и вот она антенка. Теперь откручиваясь снаружи болт, гайку точнее, которую антенна фиксирует, ага. Какую-нибудь отвертку или что-нибудь толстую такое взять, чтобы ее крутить. Вот эту штуку так. Пусть, 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 пусть. Надо было надеяться, что она еще не залит. Не, она нормально. Отвертку возьми, просто толстую какую-нибудь. Вот так? Ну, типа да. Типа такой. Типа, по кузову какая-то полоса у нас. Видишь, она крутится потихоньку. Аккуратно. Подожди, лучше вот так, наверное. Много ее тут? Да не особо много, но есть. Все, открутилось. Вот такая хреновина. И вот она антенна сама. Блок. Теперь мы эту хрень внутри откручиваем. Да. Там, по идее, она держится. На чем она тут? Да, вот снизу. Раз, два. Э, стоп. Мы сейчас проще сделаем. Там снизу хрен подлезешь, мы сбоку открутим просто. Эти эту хламку. Чем снизу мучиться. Раз. Видишь, как хорошо все откручивается. У тебя пока радики меняли, я чуть с ума не сошла. Все откручивать. Два. Антенный штекер мы здесь отцепили. И еще есть силовой штекер. Хишечка. Вот она. Которая тоже как-то надо сюда выдернуть. Отверткой подковни замочек. Которая, блин, падла. Это фишка. Где отвертка? Сейчас. Вот. Все. И вот, смотрите, здесь получается дренажное отверстие. Просто трубочку вытаскиваете, вода вся ушла вниз. по пищевой Лексусу. Лексус слегка. И вытаскиваем всю антенну. Вот она. Наша антенна. Ну, теперь идем на стол и разбираем ее. Смотрите, есть еще вот такая антенна. Она универсальная. Это, кстати, не Китай. Единственное, она на немцев. Ну, то есть, там в инструкции было написано, что для немецких автомобилей, но можно переделать. По сути, они одинаковые. Вот так, если сопоставить, даже крепление вот этого металлического держака для антенны, оно прям один в один сюда и трубочка. Я, наверное, себе так переделаю. Евгешки сейчас поменяем шток. У меня просто вот эта сама штука на моей антенне, она уже все кончилась. Поэтому я попробую себе новый вот этот поставить. Потом посмотрю, как будет работать. К сожалению, не могу ни ссылку, ничего дать на нем, потому что мне этот блок подарили. Человек, который, к сожалению, уже умер, скончался в царстве и в небесном. Ну вот, от него подарок остался. Попробую его поставить. Скрытая реклама, лады. Нет. Короче, откручиваем сначала планочку. Это у нас минусовой провод от антенны. Нам нужно разобрать полностью корпус. На располовинке, так скажем. Вот она, держащая сама штука. И раскручиваем. Держится на пяти болтах. Вся антенна. Как видели, ничего сложного, в принципе, нету снять с автомобиля антенну. Все это сделали за три минуты, да? Ага. Главное Евгешку иметь, чтобы раскрутить антенну. Ну, без Евгешки за десять минут, да? Так. Центральный не раскрутил. Центральный, по-моему, этот держит. сейчас посмотрим. Надо или не надо? Мне кажется, надо. Он же через корпус идет. Да? Ну, ладно, как скажешь. Так. Половиним. И вот у нас внутренности. антенны. Микросхема сама. Вот, кстати, насчет этой микросхемы надо посмотреть, что здесь, в этой. Может быть, удастся заменить и сделать прям по-финшую. Двигатель, а здесь у нас лента. Под этой штукой. сейчас мы... Кстати, у тебя тут вообще нету ничего. Видимо, там кто-то уже был. Да, здесь, здесь походу кто-то был. Прикол, прикол-то в чем? Там есть вот такой вот пластиковый хомут, не хомут, как это назвать? Ну, короче, он как типа шестеренка длинная. В общем, за него антенна выдвигается, задвигается. Здесь просто воткнули, по сути, эту хрень. Сейчас мы посмотрим. У меня наконечник просто воткнутый был на этой золинце. Да, тут ничего нету. Вытащили. Она еще гнутая. Вырвали, короче. Пытались, наверное, сделать. И вот это получилось. Ёма. Слушай, все плохо. Что? У тебя даже держащие шестеренки. А, нет, есть, вот она. Ты меня не пугай, что я с дыркой буду ездить, которую заткнем каким-нибудь пакетиком. Нет, все нормально. Вот она. Похреново. Сейчас мы ее почистим только. Чем? Надо ее вытащить. смазка нужна, да? Да. Хочу у нас все чистить и смазывать заново. Так, смотрите, мы разобрали тут все. Показали вам. Лишнее, если вы разберете, лишние вот эти всякие штуки нужно вытащить от старой и выкинуть. Теперь, собрали все обратно, вставлять ничего не нужно. Мы ее вставим естественным путем, так скажем. Когда включаем машину радио, она полностью выдвигается, остановится, антенна. в собранном виде сверху подадим вот этот вот шнурик и она сама ее как нужно намотает и затянет внутрь. Так будет проще. А там запаса нет? Она точно все? Да, она все затянет сколько нужно и остановится. Так, собираем все назад, как было. А, стоп. Сам стоп вставим. Вот эту грязь надо тоже от этого вот. вставляем назад. А вот это должно вперед туда смотреть. А, нет, пози. Нет, назад должна смотреть. Нет, назад. Вот так. Вот это в багажник у нас смотрела, а вот это нужно кузовик противоположную, значит. а там можно ее повернуть. Она, кстати, болтом держится, по идее. Фиксируется. Которого нету, да? Нет, он есть. А, от этого. Да, то есть ориентир вот от него вот сюда. Ну, если вдруг заблудитесь по пути. Все. Собираем. и закручиваем. Смотрите, единственное, со старой антенны нужно будет снять вот этот вот фиксирующий, потому что он здесь немножко другой. Для этого держим чем-нибудь здесь и она тупо откручивается, головка вот. Снимаем головку. Только держим вот эту хрень, потому что если отпустить, она вывалится вместе со штоком. Снимаем старую, ставим новую. Точнее, наоборот. Снимаем новую, ставим старую. Все. И у нас практически родная RX-овская антенна получилась. закручиваем все обратно и затягиваем. Все. Ну и теперь все очень просто. Вытянули полностью антенну, оставили вот такой хвост. Сейчас подключаем к питанию и она практически своим ходом, то есть вот этой шестеренкой нужно будет, где вот сама вот этот вот шнур шестеренкой получается к приводу, то есть чтобы там шестеренка зацепила его и намотала как нужно. Ну, попробуем. Погнали. Вот он, моторчик сейчас гудит, мы подключили. Сейчас он остановится. Вот он остановился. Все, это значит антенна полностью выглянулась. Теперь берем новую антенну нашу и нужно ее в шестерене запихать. Это сделать не всегда легко, но возможно. Вот, пошла. теперь выключай. Что, не идет? Вырубай, там сидит. В общем, если антенна сама не зашла туда, такое бывает, по идее, она должна сама намотаться. Вот так как здесь шнур новый, он сильно так не гнется, мы сейчас вручную на барабан вот этот шнур намотаем и так будет, наверное, проще. Опять разбираем все. Сейчас мы подцепили антенну, уже завели завели туда в сам барабан. Завели машину, сейчас типа антенна размоталась по компьютеру, а когда мы сейчас заглушим, радио включит замотку антенны, и мы подключим питание, и антенна у нас внутрь, по идее, должна зайти. Сейчас мы это проверим. Так не на самом деле. Надо это аккуратно все делать, вообще этот проем. Вырубай. Ну-ка, выруби и быстро выруби. Нет, лучше это с замка. Заребись. Ты успела снять это? Ну, под конец. Я же прибежала. включай. Вот, смотрите, видите, она замоталась, то есть все, в общем, в принципе, как я хотел, так и получилось. Теперь проверить, можно завести. не будем заводить, теперь нужно собрать все, и здесь вот это зафиксировать, а потом уже проверять. Ну, и на место устанавливаем все, как было. Не забываем шланчик дренажный воткнуть обратно в отверстие. Надви напинку. Почешь ее. Угу. висела батарейка еще. Теперь закручиваем все назад. Что, тестируем? Запускаем? Если она не отцена работает. Во! отлично выдвинулась все ништяк глушим все антенна починилась. В принципе ничего сложного час работы. Довольно? Да. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно еще одно полезное видео. Не собираем машину. Не собираем машину. Дальше собираем уже как было все на место. Думаю это снимать не нужно. Как разбирали так и собираем.